Господин Президент 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 Насказанные хищения средств из бюджета всех уровней, в том числе направленных по федеральным программам, многомиллионные хищения на стратегических объектах, таких как атомная станция и даже у сирот, ни у вас, господин президент, ни у прокурора Чайки не вызывают хотя бы показной обеспокоенности, как, собственно, и расправы над журналистами, открыто выступающих против этого беззакония. У людей забрали все – права и свободы. Вторую главу Конституции можно смело вычеркнуть, да и сам основополагающий закон уже давно остается только на бумаге. Наконец, вы забрали у людей последнюю надежду на перемены – право избирать депутатов. Сегодня их назначает администрация президента из числа представителей Единой России, что не скрывают сами кандидаты. Причем далеко не самых лучших ее представителей, а иногда и просто лист с криминальным прошлым и настоящим. Имеющиеся у нас факты свидетельствуют о преднамеренных действиях федеральных властей, направленных на масштабное присвоение и хищение денежных средств, собранных у граждан России в виде различных форм налога другими противоправными способами, что, безусловно, ведет к ухудшению качества жизни населения страны. Все это, а главное, ваше позволение прокурору и членам организованного им сообщества издеваться над людьми, игнорировать их законные права и интересы, дает нам основания заявить о геноциде граждан России и обратиться с просьбой о их помощи к международным правозащитным организациям. За рамками этого заявления остается и будет размещена в нашем публичном докладе информация о пропаганде насилия, которая льется потоком с экранов подконтрольных федеральным властям телеканалов. В психологическом терроре в виде сообщений о военных действиях сначала в Украине, теперь в Сирии и снова наряду с этим пропаганде насилия, захвате чужих территорий, разжигание межнациональной розни, злоупотребление служебными полномочиями, халатности руководителей счетной палаты, Росреестра, Генеральной прокуратуры, МВД России, их прошлых и настоящих руководителей. Во время торжественного собрания, которое проходило в Курском драматическом театре в честь 23 февраля и на котором присутствовали представители всех федеральных областных структур, общественных организаций, через систему усиления звука заявили Аллах Акбар Игил. В ходе оперативно организованной проверки, руководители силовых структур были в зале, выяснилось, что переполох организовал 10-летний мальчик. Но суть не в этом, а в том, что если завтра Филимонова и прочая прокурорская нечисть не будет предана суду, Игил в России уже будет реальностью, а не чьей-то шуткой. В киносериале «Ликвидация» немецкий диверсант-академик сказал представителю власти, «Вы думаете, я немцев люблю? Нет, я просто вас ненавижу. За вашим бездействием, господин президент, последует противодействие. Сегодня даже те, кто под влиянием пропаганды не любит Запад, еще больше ненавидят поддерживаемый вами произвол прокуроров». «Направление нашего обращения в Генеральную прокуратуру равнозначно тому, что вы его проигнорировали, как, собственно, и ссылка на то, что президент не подменяет с собой иные государственные органы. Господин президент, вас не просят никого подменять, а только вспомнить вторую часть 80-й статьи Конституции, на которую в своих отписках ссылаются ваши аппаратчики. Странно получается, вы никого не подменяете и одновременно, являясь гарантом прав и свобод граждан России, ничего им не гарантируете». Для справки, рейтинг президента России по результатам объективного опроса, даже с учетом запуганных бюджетников на территории Курской области, не превышает 25%.